Добрый день! Сегодня расскажу вам, каким образом можно организовать учет по общей системе налогообложения плюс спецрежим ЕНВД на примере какой-то организации в 1С управления торговлей. Для начала нам нужно сделать все настройки. То есть мы переходим в организацию, заводим организацию, которая будет у нас называться вентилятор, и даже есть специальная код, которая называется производство вентиляторов. То есть рассмотрим классическую ситуацию, когда у нас есть организация, у которой есть оптовый склад, и она нагружает оптом. И, соответственно, есть розничный магазин, через который происходит продажа на спецрежиме ЕНВД. Для этого нам нужно завести учетную политику. Мы переходим на вкладку «Учетная политика» и нажимаем ссылочку такую «Создать новую». Здесь пишем, чтобы было понятно, да, там «Осна плюс ЕНВД». Пусть вот так у нас будет называться эта учетная политика. Здесь указываем, что организация является плательщиком ЕНВД, да, там, и переходим на вкладку «НДС». Здесь указываем статью расходов для списания НДС, которого невозможно принять к налоговому учету. Соответственно, тип аналитики расходов у нас обычно это подразделение и списывается на финансовый результат подразделения. Вот, и, соответственно, здесь нужно указать подразделение, которое списывается. Обычно это указывается оптовое подразделение, оптовое продаж. И второй момент, который нужно обязательно сделать, это вариант учета НДС, выделенного из стоимости при изменении деятельности на необлагаемую. То есть это при передаче товара из опта в розницу. Ну, классическое это включает стоимость. Вот, соответственно, дальше записываем эту учетную политику. И после того, как мы записали, у нас возникла таблица применения ЕНВД. И программа нас спрашивает, в каких магазинах будет происходить продажа, да, то есть и каким образом, с какой даты розничной торговли там будет облагаться НДС, о, ЕНВД. И, соответственно, здесь нужно установить галочку и сказать, что, допустим, с 1 января, с 1 января, вот этот розничный магазин, который называется розничный магазин вентилятора, он будет облагаться ЕНВД. И лучше все это проверить там через кнопочку «История». Вот, кнопочку «История». Вот здесь вот почему-то установил с 0.1.0.1. Вот, соответственно, лучше обязательно это проверить и, соответственно, указать точную дату. Вот, применяется с 0.1.0.1. Организация вентилятора. Также розничный магазин, розничная торговля облагается ЕНВД. Все, готово. Мы установили эту галку, все, она сохранена. Теперь мы можем, собственно говоря, с настройками мы закончили, да, то есть теперь мы можем организовать оптовую и организовать розничную продажу. Давайте это сделаем. Заходим в «Продажи», «Документ продажи все», «Документы продажи все» создаем. Ну, так вот, предварительно выберем вентилятор, да, то есть у нас сейчас нет вообще здесь никаких данных и, соответственно, создаем реализацию. Создаем реализацию. Здесь у нас выбираем также вентилятор, выбираем клиента. Вот, соответственно, дальше подбираем товары. Давайте вот этот добавим в количество пяти штук вентилятор. И, допустим, вот это вот, 901 модель, тоже пять штук добавим. Все, соответственно, у нас здесь все заполнено. И теперь мы переходим на вкладку «Дополнительно» и вот здесь устанавливаем подразделение, именно подразделение, которое занимается оптовой торговлей. И, соответственно, для того, чтобы мы там в отчете, допустим, там по валовой прибыли, да, там мы видели, каким образом все это распределяется. Соответственно, здесь ставим статус «Реализовано» и проводим документ. А, устанавливаем склад, конечно же. То есть устанавливаем склад, склад бытовой техники и проводим документ. Соответственно, вот мы оформили оптовую реализацию. И теперь давайте оформим розничную реализацию, тоже там на какую-то ту же самую вот эту вот позицию. Вот, также нажмем «Продажи», зайдем в «Чеки ККМ». Здесь у нас должна быть организованная касса ККМ, которая зарегистрирована именно на эту организацию, да, фискальный регистратор и привязана к нашему розничному складу. Вот, соответственно, создаем чек. Смену можно не открывать, да, там, потому что, когда первый чек создается, он автоматически смену сам открывает. Вот, и здесь мы выбираем наш вентилятор. Давайте, допустим, две штуки продадим, пусть. Вот так у нас выглядит перенести в документ. И, соответственно, оплатим это наличными. То есть, вот программа у нас спросила, открыть ли смену. Все, пробиваем чек. Готово. Готово. И теперь для того, чтобы нам все это зафиксировать, да, то есть нам нужно смену закрыть. Для того, чтобы у нас сформировался документ отчета о розничных продажах. Здесь также на вкладке дополнительно обязательно проверим подразделение. Вот, сейчас стоит почему-то дирекция, но нам нужны магазины, либо там, ну, магазины розничные подразделения, через которые проходят все розничные продажи. И вот здесь установлено, что налогопродажа облагается и НВД, поскольку у нас для вот этого розничного магазина вентиляторы, да, то есть у нас уже стоит настройка, что продажа через него облагается и НВД. Вот, соответственно, товары заполнены и проводим этот документ. Все, розничная продажа у нас тоже готова. И теперь давайте посмотрим результат, что у нас в результате получилось. То есть нажимаем продажи, выбираем отчет по продажам и здесь у меня уже готова настройка ОСНО плюс НВД, там готовая. Вот, соответственно, давайте покажу, что здесь нужно проверить, да, то есть просто я выбрал организацию в вентилятор и посмотрим, как сейчас по этой организации мы сформируем отчет. Вот, нажимаем кнопку сформировать и у нас формируется вот такой отчет, где у нас торговое направление, да, там, соответственно, указаны магазины и почему-то не указана оптовая продажа, да, то есть реализация товаров и услуг. Непонятно, почему оно не указано. Вот, давайте проверим сейчас. А, у нас здесь просто стоит торговый дом комплексный, да, там автоматически почему-то поменялось, скорее всего, из-за того, что у контрагента, да, в соглашении где-то указано, что это торговый дом комплексный. Нам нужна организация вентилятора. Вот, соответственно, проводим, проводим этот документ, да, там, тут какие-то нарушения условия оплаты, да, программа требует предоплату, вот, так поставим просто, что не нужно никакой предоплаты, проводим этот документ, все готово. И дальше отчеты по продажам, открываем нашу настроечку, заново формируем и у нас получается вот такая картинка, то есть по организации вентилятор ООО, отдел продаж торгового направления, вот сформирована оптовая продажа и магазины розничной продажи, сформирована вот такая продажа. То есть мы настроили для организации вентилятор ООО, мы настроили учетную политику таким образом, что указали, что все продажи, которые будут происходить вот через этот розничный магазин, облагаются ЕНВД. Соответственно, оптовые продажи у нас, ну, просто в классическом варианте заполняются и здесь глобально ничего менять не нужно, единственное, что нужно поставить там правильное подразделение, чтобы мы могли в этом отчете по продажам видеть. А розничные продажи, чеки ККМ, то есть когда вы выбираете кассу ККМ, которая привязана к этой организации, у которой указан склад, тот, который вот здесь в учетной политике зафиксирован, что по нему продажа облагается ЕНВД, то у вас формируется продажа, которая облагается ЕНВД. И, соответственно, вот этот чек здесь, точнее, не чек, да, там, а отчет о розничных продажах, когда заполняется на вкладке дополнительно налогообложения, указывается, что продажа облагается ЕНВД. Вот так это работает. Если вам нужно настроить взаимодействие для вашей организации таким образом в программе, чтобы вы могли работать и оптом, и в розницу, то обращайтесь в компанию Кудрлайн, мы будем рады вам помочь. Большое спасибо. Продолжение следует...